Первую золотую медаль в копилку сборной Азербайджана на Исламеаде принес стрелок Руслан Лунев. О возможностях азербайджанской сборной мы поговорим с гостем студии, главой пресс-службы Министерства молодежи и спорта Азербайджана Самая Мамедовой. Здравствуйте, Самая, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте, Асенхан, здравствуйте. Итак, как вы оцениваете в целом шансы наших азербайджанских спортсменов? Если честно, у нас очень сильные страны, участники здесь разных видов спорта. Как вы знаете, тут 20 видов спорта, и несмотря на то, что у нас тоже молодцы ребята, хорошие, сильные, они хорошо начали, это нас очень радует. Но надо быть реалистом, соперники очень сильные в разных видах спорта, и в борьбе, и в зорхане, и в карате, как мы сегодня, например, увидели. Рафаэль Агаев, когда начал, у него первая встреча не прошла легкой, как он сам признается. Он говорит, что, если честно, я даже не ожидала, что у меня соперник будет таким сильным. Да, очень сильные соперники, но я рада тому, что у нас наши спортсмены, на самом деле, они очень хорошо стартуют, очень хорошее начало. Сегодня у нас несколько, как вы знаете, финальных встреч и в карате, и в дюдо. И я уверена, что сегодня у нас будет не одна золотая медаль, у нас будет несколько золотых медаль. А если общие взять, я думаю, что через 10 дней у нас, как вы сказали, в копильке нашей сборной будут очень много золотых медалей. Какова, по-вашему, значимость проводимых в Азербайджане четвертых игр «Славской Семидарности»? Эти игры в данный момент показывают 54 странах мира. Это очень даже немаленькая цифра. И около полтора миллиарда людей в разных точках мира, они в данный момент смотрят эти игры. «Формула-1», как вы знаете, миллионы людей, миллионы зрителей любят «Формулу-1». Европейские игры. И в каждом соревновании есть свои зрители, свои болельщики, свои любители. И надо честно признаться, что после каждых таких масштабных соревнований мы видим у нас в Баку очень много туристов. Потому что эти масштабные соревнования проводятся не ради того, что просто мы провели какое-то масштабное соревнование, очень такое большое спортивное соревнование, и сказали «да, всё». И на этом закончилось соревнование европейских игр или «Формула-1». Тут очень много аспектов. Тут политические аспекты, тут экономические аспекты, тут социальные аспекты, тут туризм. Элементарно, вчера, когда у нас было открытие, благодаря таким открытиям мы показываем всему миру историю Азербайджана, реальность Азербайджана, красоту Азербайджана, культуру Азербайджана, музыку Азербайджана. И в следующий раз, когда эта музыка где-то звучит, люди, которые смотрели, например, открытие, они говорят «а, мы это слышали в Азербайджане». Спасибо большое. Вам спасибо. Я напоминаю о значимости проводимых в столице Азербайджана четвёртых игр «Исламской солидарности», а также о шансах азербайджанских спортсменов, участвующих на соревнованиях «Исламиада». Мы говорили с главой пресс-службы Министерства молодёжи и спорта Азербайджана Самайей Мамедовой.